Следующим докладом Булаков ядерная теория применения квантового хаоса Дарри заявил, что некорректный терм квантовый хаос означает просто квантовые явления, характерные для классической квантовой системы то есть квантовые отпечатки классического хаоса, квантовые следы классического хаоса Это было в 1991 году, я специально посмотрел, что сейчас в интернете у специалистов вводится Ну вот, говорится, что на самом деле самый правильный подход это вообще игнорировать вопрос определения хаоса в квантовой механике а вместо этого заниматься анализом черт квантовых систем аналогов классических хаотических систем Ну, вот в этом подходе нечего вообще головку ломать о том, является ли квантовая система хаотическая Ну, на всякий случай я и более сжатый из википедии русской выписку сделал динамика квантовых систем, являющаяся хаотическим и классическим пределем То есть о квантовом хаосе никто ничего не знает и говорить запрещено даже Ну, значит, можно только говорить о квантовых отпечатках классического хаоса С нашей точки зрения это абсолютно непонятный подход Но возьмем релятивистскую механику Никто не рассматривает релятивистскую механику как релятивистский отпечаток классических законов Никто не будет называть формулой Эйнстейна релятивистским отпечатком нейтоновских законов Это, вроде бы, всем нам смешно Однако, когда дело доходит до квантовой и классической механики Все, оказывается, никого ничто не смущает Мы понимаем, что классическая механика Есть частный случай, пряжетый мяч на технулю Квантовой механики А вовсе не наоборот Или если мы переходим от квантовой механики к классической Мы округляем квантовое описание Теряем массу специфических квантовых эффектов Но чтобы мы приобрели новый чисто классический эффект Это странно ожидать такого Тем не менее, как вы видите, это общая точка зрения специалистов по хаосу Поскольку нас не устраивает такая ситуация То вопрос, на самом деле, встает о том, откуда растут ноги у этой странной концепции А для этого нужно вспомнить слегка эволюцию наших идей Откуда вытекает хаотичность системы Что это такое? Начало знакомства физического сообщества с хаосом Молекулярным хаосом Начиналось со времен Больсмана И его кинетической теории ГАЗ Ну и тогда, на самом деле, между прочим, забавная вещь Что по сей пору вывод уравнения Больсмана На самом деле Большинство классиков пыталось в свое время вывести И тормозил на том или ином месте То есть удовлетворительного вывода уравнения Больсмана До сих пор не существует Дальше всех может продвинуться покойный Крылов Ученик Фока Книжку которого издали в свое время Но его на самом деле К сожалению, помер Не закончив Ну хорошо Но, значит, тем не менее У физического сообщества С тех времен сохранилось впечатление Что источник хаоса Это огромная система С многими степенями свободы И с многими частицами И нам на самом деле То ли лень То ли вообще невозможно описать ее всю Поэтому мы переходим к вероятностному описанию Но, однако, это убеждение было разбито в 60-е годы прошлого века Когда в основном математики начали демонстрировать нам Массу хаотических бильярдов А бильярды на самом деле Движения частицы Двумерные на плоскости Ограничены абсолютно отражающими стенками Вот всего-навсего две степени свободы И оказывается система хаотическая Итак, число степени свободы В родина В чистом виде В большой число степени свободы Отношения к делу не имеет Следующий шаг Нелинейность уравнений Кстати, в нашей конференции Фигурирует название секции Нелинейная динамика Масса журналов Занимающиеся хаосом Тем не менее, идут под заголовком Нелинейная динамика Дардовы действительно долгое время убеждения Что стоит только появиться нелинейности В уравнении И сразу возникает хаотичность Однако Выяснилось, что есть вот такие уравнения Кротовега да Фриза Нелинейные Решением которых являются солитоны По-простому это цунами На самом деле Волны цунами Это вполне интегрированное уравнение И никакого хаоса там нет Менее известные Нелинейные уравнения Это цепочки ТОДы Системы уравнений Описывающих связанную Динамику связанных Нелинейных осцилляторов Тоже думают, что это хаотическая вещь С удивлением обнаружили нет регулярного Поэтому пришлось отказаться от этого Ну и наконец на чем остановились Это на Липуновской нестабильности Считается, что в хаотической системе Малая вариация начальных условий Приводит к тому, что очень близкие траектории В фазовом пространстве Со временем расходятся экспоненциально И показатель экспонента Которая описывает скорость расхождения И называется Липуновской экспонентой В случае регулярных систем На самом деле Расходимость в лучшем случае степенная Ну, понятно, что Скажем, для ограниченного Области пространства Если у нас система ограничена Вот такое расхождение Со временем приведет к тому Да, начальные условия, конечно, мы знаем С какой-то точностью Ограничены И через некоторое время Все траектории на самом деле В этом пространстве Настолько перемешаются Что мы ничего сказать О будущем системы не сможем Сможем говорить только Что система находится где-то Внутри этой области пространства Вот это называется динамическим хаосом На этом вроде бы и остановились И вот это и есть на самом деле Причина всех наших лет Понятно, что траектория Это понятие классическое А вовсе не квантовое И с этим все и связано Поскольку траектория Разбывается в квантовой механике Из-за принципа неопределенности Считается, что квантовый хаос не существует Великолепное заключение А существуют только Вот квантовые отпечатки классического хаоса И предлагается, как их искачивает печатки Берем две классические системы Регулярную и хаотическую Дальше с помощью правил соответствия Конструируем соответствующие им уравнения шеренера квантовой Дальше решаем эти уравнения И сравниваем подряд все свойства решений В надежде, что вдруг какое-нибудь отличие возникнет И вот мы обзовем квантом-отпечатком классического хаоса Поехали дальше За 40 лет таких поисков Единственный Более или менее общепризнанный Хотя и там есть споры Но все-таки более или менее общепризнанный отпечаток Это закон распределения уровней Утверждается, что для квантовых аналогов Классические хаотические системы Закон распределения Вигнеровский А что для Вигнера характерно? Самое главное, это характерно отцелкивание уровней То есть вероятность найти второй уровень поблизости от первого На нулевом расстоянии ε от первого Стремится к нулю Вот это называется Вигнеровское отталкивание И вот это утверждение более или менее неоскладываемое Другое, гораздо более сомнительное утверждение Которое делается иногда Это что для регулярных систем Работает закон Пуассона Без отталкивания Ну вот это вот два предельных случая Хаотическая и регулярная системы На самом деле Интерес к хаосу в сильной степени возник от того Что физики поняли Что большинство систем в природе На самом деле Не являются регулярными А в той или иной степени хаотичны И вопрос на самом деле В классической механике определяется только Липоновской экспонентой Мала она или велика То есть Переходный период Переходная ситуация От регулярности к жесткому так называемому хаосу Предельно Называется мягким хаосом И большинство систем в природе Именно в мягко-хаотичных Так, к сожалению Вот эти самые законы Ничего о переходном периоде не говорят Пытались Народ пытался в свое время Конструировать Просто с потолка брать Интерполяционные формулы Между этими двумя законами И вот таким образом Я описывал эти переходы В физике там Нинограмм не было И от них К счастью В настоящее время По-моему от этого уже Слава Богу отказались Вот Ну Итак Значит Мы поняли Что не существует Определения квантового хаоса И не существует Никакого численного критерия Квантовой хаотичности Именно потому Что мы Уперлись В классическое определение Источника хаотичности Как лепуновской неустойчивости Ну вот Однако К классической механике Нигде не будет Существует Хорошо известная Теорема Которая называется Теоремой Леувери-Арнольда Это теорема Говорит Что вся Квантовая Что классическая регулярная система С n степенями свободы Должна иметь M равное n Глобальных интегралов движения А глобальные интегралы движения Это Грубо говоря Закон о сохранении Которые связаны С симметриями системы По теореме Почему оговорка Глобальные интегралы Приходится Потому что Есть люди Ловили меня Фламбан, Сушков Между прочим Заявляя Что как же Начальные услуги Тоже интегралы движения Ну как же За все время движения По траектории Они не меняются Да Это интегралы движения Но не глобальные Поэтому приходится Добавлять Термин глобальные Они иногда называются Первыми Иногда называется Изолирующими Но главное Что на самом деле Они вытекают Именно из симметрии Из симметрии Свойств гамильтонионной системы Вот Поэтому Понятно Что регулярная система Это система Обладающая Достаточно высокой симметрией Чтобы Число интегралов движения М Равнялось бы Ее числу степеней свободы Это казалось бы Ну не прямое следствие Этой самой теоремы Просто Не нужно ничего доказывать Поехали дальше Да И существенно Что В отличие от траектории Понятие Симметрии Оно Как выражается Станислав Георгиевич И в Африке Симметрия То есть На самом деле Справедливо И в квантовой механике И в классической механике И в теории поля Везде Симметрия Это общее понятие Поэтому С точки зрения симметрии Мы можем характеризовать Как классический хаос Так и квантовый хаос Никаких неприятностей не будет Это гораздо более общее определение Вот Ну и дальше Отталкиваясь Вот от этой теоремы Естественно Квантовой регулярной системой Объявит Такую систему Гометриниан Который Обладает Достаточно Высокой симметрией Для того Чтобы иметь Число М Степеней свободы Число М Законов сохранения А в квантовой механике Они называются Хорошими квантовыми чистками Ну вот Которая равняется Число степеней свободы системы Если мы Включаем в систему Взаимодействие Которое нарушает симметрию И уменьшает число Интегралов движения Так что М делается меньше М Система хаотизируется А потому Мы предлагаем Определить хаотическую Квантовую систему Как такую систему У которой Симметрия Так мала Что число Хороших квантовых чисел Меньше чем Н Все примеры Которые мы рассматривали На вскидку Все удовлетворяют Этому закону Ну и мы на самом деле Определили Предложили это определение Ну где-то там В 90-х 2000-х годах На вскидку Я привожу Несколько ссылок На наши работы По первой работе Вот тут сидится автор Чивильский Вот Но как видим Ничего С тех пор практически Во мнении Общественности Пока Сдвигов не наблюдается Ну тем не менее Посмотрим Как вот с точки зрения Такого определения Квантового хаоса Можно просто понять Без всяких математических взрывов Его крутас Понять Смысл Вот этих самых Квантовых отпечатков С которыми так долго носились Распределением уровней Ну а во-первых Мы знаем Что Если мы отталкиваемся От симметрии То конечно Типичной Чертой Высокосимметричной Квантовой системы Является Вырождение уровней Мы возьмем Осциллятор Возьмем Кулоновское Уровень В кулоновском поле Будь здоровья Какие вырождения Ну И разумеется Для вот этих Регулярных систем С вырождением Закон распределения уровней Вовсе не пласоновский Как вытверждают люди А это дельта функция На самом деле Ничего общего Не имеющий Ни с пласоном Ни с Вигнером Вот Теперь включаем Возмущение Которое Начинает снимать Унистажает симметрию Какую-то И Соответственно Снимает вырождение Уровни Начинают расталкиваться Вот оно Вигнеровское Расталкивание Начинается При этом Понятно Что для малых Возмущений Распределение Будет иметь максимум Будет иметь Резкий максимум При очень малых Значениях Гораздо меньше Чем среднее расстояние Между Вот мы Привели пример Одной Халатической системы Я о ней еще Упомяну Дальше Это Система Хэллина Хейлиса Который Очень любит Играть В Учебниках По Хаосу В этой системе Можно наблюдать Переход от Регулярности К хаосу Вот Так вот Когда Малые Только Начинаем Возмущать Систему Вообще Так говоря Это Два Двумерный Гармонический Остерлятор Вот А возмущаем Мы его Нелинейным Возмущением Вот Слегка Начали Возмущать И вот Какое распределение Уровня Получается При этом Вот это Викторовский Соклон А вот это Пасановский Соклон Как видите На самом деле Естественно Что Вот Где максимум Лежит Это значит Что мы Возмущение Начали Раздвигать Первоначально Вырожденные Уровни Все понятно И не нужно Никаких Так сказать Экстримуляционных Формул И чудес Математики Зета Функции Вигнера И всего прочего Дальше Если мы Возмущение Увеличим Здесь параметры Возмущения Это вот Эта вот Энергия Это Идиотский Способ Скейлинговую Единицу Выбирать Выбирается У этого Остиллятора Омега Равные Мастер Равные Единицы И равные Лямбда Параметру Силы Возмущения Вот тогда Оказывается Эта энергия Оказывается Параметр Возмущения Итак При малых Возмущениях Мы такое имеем Когда увеличиваем Возмущения Вот появляется Естественно Максимум Сползает В область Среднего Расстояния Между уровнем И Д И начинает Приближаться К Вигнеру Просто на самом деле Снятие Нарушение Симметрии Снятие Врождения Полное Снятие Врождения Теперь Оговорка Насчет Вигнера Значит Сам Вигнер Да Как известно Вот тут Ядерная физика Так сказать И начинается Подсказки Сам Вигнер Этот закон Вывел Своё время Для того Чтобы Описать Экспериментальное Распределение Нейтронных Резонансов В ядрах Сложные Ядра И вот Их распределение Описывалось Законом Вигнера Войне Самых Кампаунд Резонансов Естественно Степеней Свобода Там Типичный Кампаунд Резонанс Нейтронный Это 8-10 Квазичастиц То есть Числое Степени Свобода 25-30 А Интегралы Движения То бишь Квантовые Числи Хорошие Энергия Спин И с позволения Скачать Чертность Не знаю Теперь что И четность Тоже На самом деле Не шибко Хорошие Ну Допустим Что хорошие Три Поэтому Ясно Что система Хаотична И с ней Вигнер Боролся Между прочим Методом Случайных Матриц Никаких Небудь Случайных Матриц Вот Вот Дальше 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 Но следует отметить Что Вигнерский Тазакон С уговорками Мы знаем Ядерщики Что Он Хорош Если Мы На самом деле Выбрали Резонансы Только с Одним Спином Если мы Последовательности Уровней И сложили их Они независимы Они случайны Мы Как говорится Нарушили Правила Которые У нас Харикметики Учили Нельзя Складывать Арбузы С грузовиками А мы Взяли И сложили Конечно Когда мы Навалили Все Вот так То Получили Отталкивание Исчезло Если У нас Понятно Что Если Мы Таких Независимых Последовательности Сможем Много Набросать То Получим Чистый Пласт Кстати Всех Удивляло С самого Начала Когда Квантовый Отпечаток Классического Хаоса Найден Что Оказывается Для регулярных Систем Справедлив Закон Полосона Казалось Чисто Случайным Вот Пожалуйста Объяснение На самом Деле Значит И так Мы Видим Что Для Того Чтобы Викторовский Закон В чистом Видео Увидеть Нам Нужно Позаботиться Узнать Что Мы Учли Все Интегралы Движения Имеющиеся У Системы Ну Да Про Вырожденные Системы Возьмем Невырожденные Регулярные Системы Вот Любимая Для изучения Двумерный Осциллятор С Иррациональным Отношением Частот Ну Вот Если Мы Возьмем И Зафиксируем Одно Из Квантовых Чисел Ни То В этом Случай Мы Получим Набор Эквидистантных Уровней Разумеется С Отталкиванием То Конечно Это Будет Изолированный Уровн Но Ничего Общего С Вигнером Это Не Будет С Плоассоном Тоже Как Видите Ну Вот Если Однако Мы Не будем Фиксировать Н То Мы Получим Наложение Последовственности Каждая Из которых Сдвинута На Омега Ирра По основанию Другой Сдвиг Неслучайный Здесь Получается Поэтому Исследование Нами Проведенное Показало Что На самом Деле Распределение Уровней При этом Зависит От Числа Уровней Которые Мы Начинаем Учитывать Меня Ничего Общего Не имея Закона Полосона И Меняется Не стремясь Никакого Предела Понимаем Что Вигнерское Распределение Действительно Может быть Отпечатком Хаотичности Квантовой Системы Но только Если Мы Зафиксировали Все Интегралы Движения Системы Что касается Широко Известного Утверждения О Плассоновском Распределении Уровней Регулярной Системы То Оно Вообще Оправдывается В исключительно Редких Случа И Понятно Почему Физика Абсолютно Понятна Повторяю Не нужно Никаких Трейс Формул Готсвиллеровских Не нужно Дзета Функции Вигнера И всякой Высокой Математике Для того Чтобы понять Откуда Это все Появилось Вот Ну понятно Что Мы можем На самом деле Делать Заключение Пользуясь Закон Распределениями Уровней Заключение О хаотичности И регулярности Только Если Нам известны Все Интегралы Движения Системы Но Если Они Нам известны То В таком Случайе Нам Не нужно Баловаться Законом Распределения Следует Просто Сравнить С Числом Степеней Свободы И Однозначно Сделать Вывод Хаотичная Квантовая Система Или Регулярно Теперь Значит О мерах Мере Количественной Мере Хаотичности Квантовой Вот тут Мы снова Зависовать Можем Теорию Ядерную Теорию В первую очередь Теорию Нейтронных Силовых Функций Именно Там Мы Впервые Убедились Что Максимум Нейтронной Силовой Функции На самом Деле Указывают На Симметрии Среднего Поля Ядра Которые Конечно Нарушены Начисто Вроде бы Парними Остаточными Взаимодействиями Но тем не менее Их следы Мы видим В Нейтронных Силовых Функциях То есть Вот это Вроде бы Как раз Переход Уже Вроде формально Хаос Симметрия Нарушена С другой стороны Еще следы Нарушенной Симметрии Видны Ну вот Воспользуемся Этим И будем Рассматривать Гамильтонианную систему Как сумму Регулярного Гамильтониана С решениями Вот такими Регулярными И возмущение Которое нарушает Симметрию Этого самого Регулярного Гамильтониана Теперь Разложим Волновые Функции Всей системы По Базисным Состояниям Вот видите Коэффициенты Разложения Появились И соответственно Составим Вероятность Найти Базисное Состояние К Регулярное Состояние В Уровне Нерегулярной Системы И Теория Нейтронных силовых Функций Смотри Бором и Тальсона Показывает Что силовая Функция Которая Есть просто Та самая Вероятность Только Нормированная На расстоянии Между уровнями Эта силовая Функция Будет Средоточена Вокруг Максимума Некого Максимум Лежащий Примерно При Энергии Исходного Регулярного Состояния Мы получим Вот так Если у нас Ширина Размытия Расфрагментации Одночастичного Состояния По Многочастичным Оказывается Больше Чем Расстояние Между Регулярными Уровнями Вернее Меньше Чем Расстояние Между Регулярными Уровнями Мы Увидим Вот такие Заметные Максимумы Которые Будут Свидетельствовать О квантовых Числах Исходных Состояний То есть Асимметрия Это Вот Один Пример В другом Пределе Когда Спрадовая Ширина Много Больше Расстояния Между Регулярными Мы Никаких Следов Тоже 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 Гораздо Более Простым Критерием Хаотичности И Попробовали Это В двух Случаях Вот Хэннет Хейлис И Атом водорода В магнитном Поле Однородном Это тоже Любимая Проблема Которая В классике Рассматривается Как переход От Регулярности К хаосу Ну и везде На самом деле Оказалось Что Классический Параметр В классике Установленный Переход К хаосу В Хэннет Хейлисе Было При увеличении 0.11 Гамма Спрад Дало нам Тоже 0.11 В полуфрогласии С классическим хаосом А вот Расщепление уровня Дало 0.13 Ну вот Существует Определение Квантового хаоса Предложено Определение Квантового хаоса Которое Позволяет Легко понять Все черты Этого самого Квантовых Отпечатков Ну и Предложено Несколько Критериев Численных Критериев Оценки Квантовой Хаотичности Которые Переходят В классические Критерии При Аж Тремя Синтеканере Спасибо